здравствуйте эта программа нефти и и ведущие лжаз байдердинов начать эту программу да и в принципе многие программы которые мы в этом году и в прошлом году снимали можно было бы с такого импровизированного теста угадайте дефицит чего у нас сегодня и варианты ответов дизельное топливо бензин сжиженный газ электричество или что-то еще но сегодня у нас в повестке дефицит дизельного топлива давайте поговорим об этом и о том что говорилось о чем говорилось какие цифры были на конференции на пресс-конференции в сцк министерства энергетики но наверное не очень заслуженно сейчас сми обошли эту тему но я наверное начну с этих громких цифр чтобы скажем так обозначить вот ну в целом тональность до дизельное топливо для иностранных авто будет продаваться по 450 тенге за литр я подчеркну что это пока для иностранных авто потому что потом зимой дизель будет стоить больше 500 тенге для всех автовладельцев но почему это происходит давайте сегодня об этом о том что вообще в целом происходит на рынке сегодня опубликовал на днях опубликовал материал об этом и получаю принципе уже фидбэки но почти все участники рынка скажем так высказывают очень большой скепсис относительно того как будут реализованы меры которые предлагает министерство но справедливости ради давайте я скажу что в прошлом году я много материалов посвятил дизельному топливу дефициту дизельного топлива вот можно посмотреть например там два три скрина материалов которые были на нашем портале in business kz они вот под хэштегом казнефть были в общем да скажем так но каждый из них была посвящена отдельной теме о том что происходит почему происходит и в этих материалах я подчеркивал это как сериал бригада она будет этот дефицит да но бригада она дефицит будет многосерийным и будет повторяться ежегодно из года в год и это будет продолжаться до тех пор пока мы не выровняем цены наши с соседними кстати сегодня об этом тоже по поговорим и посмотрим какие цены у наших соседей почему собственно говоря это давлеет над рынком но наш внутренний рынок я называл дырявым ведром в принципе эта цитата наверное более-менее как-то вошла в обиход потому что сколько бы мы не производили дизеля или бензина или сжиженного газа или чего то еще он будет утекать за границы при текущих ценах при текущей разнице с нашими соседними странами это будет происходить без разницы сколько у нас нпз потому что опять сейчас наверняка начнутся вот эти лозунги давайте строить 4 нпз давайте строить 5 нпз 4 нпз по сути у нас есть это небольшой нпз на западе казахстана конденсат его строил сейчас этот нефтеперерабатывающий завод он может стать евро 4 евро 5 производить топлива но загруженного где-то процентов на 15 мы приглашали и наверное в 18 может быть в девятнадцатом году генеральный директор был на skype с нами и мы говорили об этой ситуации завод невозможно загрузить нефтью при текущих ценах ту нефть которую он будет покупать в казахстане и продавать затем вот нефтепродукты по вот этим регулируемым ценам это будет просто убыточно и никакого экономического смысла в этом нету поэтому этот завод до сих пор недозагруженные повторюсь это процентов 15 от мощности он есть и мы построим 4 мы построим 5 мы построим 10 нпз без разницы сколько мы построим нпз топливо будет утекать за границу и все что мы сейчас делаем об этом на конференции не говорили но я об этом пишу мы субсидируем перевозку фруктов овощей каких-то там товаров и так далее с южных стран в россию и делаем это причем уже долгие годы ну и сегодня посмотрим министр кстати об этом довольно четко сказал цифры обозначил давайте вот посмотрим короткую нарезку того что было на вот пресс-конференции в сцк то что было такое ну наиболее важное наверное да низкие цены на зс республика сам приводит к росту среднемесячного потребления ориентировочно на 120 тысяч тонн в настоящее время министерством разработан проект приказа предусматривающий дифференцированные цены на дизельное топливо цены будут дифференцированы в зависимости от резидентства объемов потребления и от вида транспорта мы хотим чтобы наши граждане значит при наличии водительских удостоверений своих имели право заправляться 100 литров дизельного топлива по существующей цене то есть это 230-260 тенге как для региона 100 литров день что в принципе на наш взгляд более чем достаточно это даже больше чем вообще существуют баки на автомобилях то есть сутки он столько потребить может он может купить каждые сутки по 100 литров по такой цене если хочет купить больше соответственно цена будет другая и для грузового транспорта мы предлагаем что это будет при наличии также водительских удостоверений и документа то есть технического паспорта автотранспортного средства подтверждающие что она зарегистрирована казахстане значит для него наверное лимит сутки будет порядка 300 литров что принципе равносеяно где-то чуть меньше тысяч километров пробега в зависимости от двигателя и потребления но мы исходили с того что 35 литров на 100 километров 300 литров это достаточное количество должно быть там для того чтобы автомобиль мог грузовой ездить ну возможно и значит какие-то поправки по объему топлива могут быть но опять-таки это будет на сайте все кто не попадает в эту группу лиц значит на азэсах должны заправляться по цене ну примерно наверное 450 тенге по нашим оценкам если ничего не делать нам необходимо завести порядка значит 50-70 тысяч тонн дизельного топлива но плюс минус август и плюс сентябре наверно еще где-то миллион тысячи где-то примерно ну примерно так же ну что говорит волтер алыч вот этот избыточный спрос на дизельное топливо возникает во первых из-за транзитного транспорта который проходит по нашей стране а во-вторых из-за того что транзитный транспорт мы об этом много раз говорили вспомните заезжает в казахстан практически пустым потому что нет смысла заправляться в других странах они заполняют баки здесь и выезжая из казахстана также там на границе да там северных границах стремятся заправить полные баки и выехать с этим дизельным топливом уже в россию вообще-то я это всегда подчеркиваю потому что мы всегда сравниваем какие-то вот эти грузовые машины с легковыми и думаем что вот ну если на легковых там бак может быть там 60 70 100 литров то на грузовых примерно также на грузовых нет увеличенные баки на грузовых автомобилях могут составлять 3000 литров то есть автомобиль который заправляется в казахстане по сути может на этом баке доехать до какого-то города россии ну допустим там я не знаю тысячу километров до к примеру он может доехать до этого города россии на этом же дизеле на казахстанском дизеле вернуться обратно в казахстан и практически весь путь весь свой маршрут ездить на казахстанском топливе, ну, включая и, допустим, какие-то южные страны. Эта ситуация довольно проблематичная, и измерить ее вот в каких-то точных литрах, тоннах и так далее достаточно трудно. В прошлом году я оценивал, что вот этот навес, это где-то 500-800 тысяч тонн в год из нашего объема производства в 5 миллионов тонн. То есть, по сути, тогда было где-то, ну, 500-800. Ну, плюс-минус, здесь никто точную цифру не назовет. Вот сейчас Булат Уралович называет цифру почти в миллион тонн, которые у нас вымываются из внутреннего рынка. Это 20%. Представьте себе любую ситуацию, любое производство. Вы производите 5 миллионов тонн, 20% из этого объема вымывается транзитным транспортом. Это происходит ежегодно, и это приводит ежегодно к дефициту. Ну, сейчас надо справедливости ради отметить, что министерство, в принципе, заблаговременно эту ситуацию видит, они это прогнозируют. Это не оправдательная, скажем так, пресс-конференция, как было в предыдущие годы, да, потому что я всегда называю эти пресс-конференции оправдательной, потому что что бы министерство сейчас не делало, всегда приходится оправдываться за что-то, и каждый шаг, он в любом случае ухудшает эту ситуацию, которая была. Даже эта мера, которая сейчас внедрена, даже она встречает скепсис, даже еще мы не начали что-то делать по ней, но уже все понимают, что дефицита не избежать, и в любом случае придется что-то делать. Вот что делали в предыдущие годы? В предыдущие годы завозили часть дизельного топлива из Российской Федерации, потому что наши рынки традиционно всегда были связаны, и я называл это дизельным кэшбэком. Почему? Потому что мы продаем наш дизель очень дешево, а потом в итоге импортируем его очень дорого, и мы видим осенью традиционно либо дефицит, либо рост цен, а скорее всего и то, и другое. Но сейчас эта ситуация невозможна в принципе, потому что в Российской Федерации цены выше 400 тенге за литр, и завозить что-то, покупая там по 400, а продавая здесь по 230-260, ну никакого экономического смысла нет. Если только эти расходы и эти убытки не возьмет на себя казманный газ, так же как по сжиженному газу, и не начнет продавать этот дизель, ну сжиженный газ тогда, и сейчас себе в убыток по ценам внутреннего рынка. Но это действительно продолжаться долго не может, я всегда об этом говорю, это невозможно что-то сдерживать в течение долгого времени. Да, вы можете сдержать цены, допустим, там, я не знаю, полгода, год, два года, может быть там даже больше, но сделать это ежегодно на протяжении долгих лет это невозможно. Против рынка невозможно работать, тем более в таких условиях, когда это топливо вымывается. Ну вот мы подготовили цены по другим странам, по соседним странам, по странам СНГ, ну и в целом вот такие какие-то яркие примеры, да. Это цены в, средние цены в мире на 1 августа, Global Petrol Prices, это в переводе на тенге. Ну давайте пробежимся. Казахстан 237, понятно, что это одна из самых дешевых цен не только в мире, ну в регионе, понятно, и не только в мире. Кыргызстан 381, Россия 407, Беларусь 468, Эмираты для сведения 542, Китай почти 600, Узбекистан выше 600, Штаты там 652, Турция 660, у них своих нефтепродуктов нет, Украина 709, Монголия 736, Грузия вообще фантастически в 810 тенге, налоговая нагрузка в том числе такая. Ну и для, просто там, скажем так, да, для охов и вздохов, да, какая самая дорогая цена в мире. Это Швейцария и Гонконг, там 1200 и почти там больше 1300 тенге за литр. Вот такая картина складывается в мире, и естественно, когда в России эта цена выше 400, это элементарный бизнес, им занимаются почти все, кто вот живет на границе, я сам западоказан, я могу сказать, что у меня есть знакомые, которые этим занимаются, берут, заправляют баки, перевозят это в Россию, продают, и это, в общем-то, ничего незаконного здесь нет, скажем так. То есть никто не запрещает вам заправить бак 3000 литров дизеля, вывезти за границу. Ну, понятно, что там вы не можете в розницу перепродавать, конечно, это уже немного незаконно, но в целом заправиться в Казахстане и вывезти это топливо, это не противозаконно. И нет такого закона, который ограничит вас в этом, да, скажем так, либо какой-то административный рычаг. И вот сейчас министерство предлагает ограничить вот этот отток в виде разных цен, дифференцированных цен для казахстанцев и для иностранных авто. Получится это или нет, давайте порассуждаем вместе. Что предлагается? Водитель приходит на заправку, на колонку АЗС, показывает свое водительское удостоверение, он должен быть казахстанцем, показывает свой техпаспорт, техпаспорт должен быть также казахстанской регистрацией. И в этом случае, если у вас легковое авто, вам дадут заправить до 100 литров по внутренней цене. 230-260 нигде за литр. Если вы хотите заправить больше 100 литров, вы должны будете заплатить 450. Простой вопрос. Если вам надо 200 литров, отъедьте на вторую заправку, или сделайте круг и приедьте на эту заправку, или просто подъедьте на другую колонку этой же заправки и заправьтесь заново. Кто вам мешает? Никто не мешает. Есть какая-то ответственность для АЗС, того, что вы заправили или разбили эту заправку не там 200 литров, а сделали два чека по 99? Никакой ответственности нет. Никто вам не запретит. Это частный бизнес. Вторая ситуация. У вас грузовое авто. Вы также казахстанец. У вас автомобиль зарегистрирован в Казахстане. Вам дадут заправить 300 литров. Все, что свыше 300, будет опять-таки по 450 тенге. Опять-таки, никто вам не мешает взять на этой же машине, поехать на другую заправку и заправиться там. Нет какой-то системы компьютерной, которая будет регистрировать вас в виде, там, не знаю, техпаспорта, фамилий и чего-то еще. И вы спокойно заправитесь на такое же количество литров или там меньше на другой заправке. Никто вам это не помешает сделать. Вот аналогия простая. Вспомните, ужесточали требования по различным валютным операциям. И какое-то время все обменники и банки требовали удостоверения личности при обмене валюты там свыше какой-то суммы. Потом все это как-то съехало. И сейчас, если вы обратите внимание, особо даже не спрашивают, потому что время, чтобы забить в систему вас, как человека, который меняет, покупает, продает, это достаточно большое. И обменники просто не справились бы с этим объемом. То же самое будет и на ЗАЭС. Никто не запретит АЗСкам, кассирам принимать каспепереводы и закрывать глаза на то, казахстанец вы, не казахстанец, сколько вы литров заправляете, разбить это на несколько чеков. Никто не запрещает. Нет такого закона. Ну и, естественно, если вы не подпадаете ни под первый, ни под второй пункт, у вас иностранное авто или вы заправились там много, вам будут продавать дизель по 450 тиге. Законные, закономерные сомнения о том, что эта мера будет работать. Да, возможно, в какой-то степени она позволит сбить вот этот ажиотажный спрос, особенно в приграничных АЗС, которые как раз-таки являются вот этими пунктами вывоза. Но сможет ли это убрать, устранить, ликвидировать дефицит дизельного топлива? Очевидно, очевидно, что нет. Это очень проблемный вопрос. Это очень тяжелый вопрос. Я здесь не склонен ругать, критиковать Министерство энергетики. Тем более, что в прошлом году я тоже предлагал аналогичные меры. Но это нужно понимать. Это последний шаг, последняя мера перед тем, как повысить цены на дизельное топливо для всех. А без сомнения, мы в августе, в сентябре, ну, может быть, чуть позже, столкнемся с дефицитом дизельного топлива. Потому что, повторюсь, завозить его из России и продавать по нашим внутренним ценам не имеет никакого смысла. Значит, либо будут отпускать цены на дизельное топливо внутри страны, либо будет какая-то там, не знаю, дифференцированная мера. То, что АЗС завезли из-за границы, они могут продавать дороже. То, что они купили в Казахстане, они должны будут продавать дешевле. Но это все очень-очень шатко. Это все на ответственности АЗС, на ответственности там тех же кассиров, заправщиков и кого-то еще. Здесь уже в комментариях пишут, что мешает там подделывать техпаспорта, подделывать водительские удостоверения. Или там казахстанцам, которые заправятся, да, вот там, не знаю, 200 метров от заправки, перепродавать этот дизель там на трассах. Раньше такой в 90-х был. Что мешает? Ну, в целом ничего не мешает. Проконтролировать это будет невозможно. Естественно, это опять-таки приведет к дефициту дизельного топлива, который мы видели в прошлом году. Но из не очень так же хороших новостей, это то, что для сельхозтоваропроизводителей также будут повышаться цены на дизель. Я напомню, мы об этом говорили. Та схема, та модель рынка, когда были крупные нефтетрейдеры в Казахстане, частные, она позволяла за счет эффекта вот этого масштаба продавать, допустим, сельхозтоваропроизводителям дизель дешевле, чем бензин. Вот такая схема была. То есть мы покупали бензин по 180 тенге, к примеру, дизель стоил 230-260, но для сельхозтоваропроизводителей, если я не ошибаюсь, цена была льготная на дизель где-то в районе 165 тенге за литр. Ну, плюс-минус, это примерно так, то есть в зависимости от региона. Сейчас для сельхозтоваропроизводителей цены будут расти ненамного, там где-то 10 тысяч тенге за тонну, это порядка 8 тенге за литр. Но в любом случае, без согласия с Булатураловичем, при текущих ценах, при текущем росте на продукты, в принципе, производители эти цены могут принять, особенно если они экспортируют. И я, в принципе, об этом давно говорю, мы должны продумать механизмы возврата вот этих субсидий, топливных, кредитных, иных, когда сельхозпродукция отправляется на экспорт. Согласитесь, если мы субсидируем топливо и говорим, что вот это должно быть для сдерживания цен на огурцы, помидоры, арбузы и так далее, окей. Но если это вывозится из страны, наверное, фермеры должны платить какой-то более высокий налог и возвращать эти субсидии. Ну, это, конечно, тема для такой большой, наверное, дискуссии о том, как нам нужно вообще поддерживать в целом этот механизм. Ну, и опять-таки, механизм, который озвучен, он сейчас размещен в открытом доступе, в разделах открытой НПА, нормативно-правовые акты. Он будет обсуждаться, там на обсуждении, по-моему, две недели должен находиться, после чего его опубликуют, и он должен будет вступить в силу в течение 10 рабочих дней, если не ошибаюсь. Может быть, есть какая-то ускоренная процедура, но в любом случае, вот, август, он еще в статусе КВО. Сентябрь, возможно, мы уже в сентябре будем стоять в дефиците и будем видеть вот эти колонны, да, вот как вот на фотографии, очереди из большегрузов, которые не могут заправиться на ЗЭС, потому что дизель элементарно закончился. Такая ситуация вполне возможна. Что делать Казахстану в этих условиях? Ну, вы знаете, наверное, Байдельдинов всегда говорит, что цены у нас должны выравниваться. Но здесь, я думаю, вариантов других особо и нет. Мы либо будем в перманентном дефиците этого топлива ежегодно, каждый раз будем с ним сталкиваться, либо мы будем более-менее выравнивать рыночные цены с соседними странами и дестимулировать вот этот вывоз и вот этот экспорт. И вот здесь очень важная мысль, которую я хочу сказать, которую я всегда подчеркиваю, к которой мы, наверное, как общество еще не подошли. Когда мы увидим высокие цены на топливо, на электроэнергию, на теплоэнергию, мы, безусловно, начнем экономить. Ну вот представьте, в прошлый раз мы обсуждали с гостем, в Германии сейчас из-за вот этого роста цен в Европе на энергоносители прогнозируют, что в среднем семья будет платить 500 евро зимой за отопление и электричество. 500 евро – это там где-то 250 тысяч тенге. Представьте вот такую цену, 250 тысяч тенге, если бы казахстанцы платили бы за коммунальные услуги. Это только тепло и электроэнергия без всего остального. Ну это же ужас. Но вот такая реальность, она уже есть в мире. И когда мы говорим, что вот низкие цены у нас или там кто-то все время жалуется, у нас там высокие цены, мы должны понимать, что мы как экономика, как потребители неэффективны. И когда вот, например, по дизельному топливу мы увидим реальный рост цен, вопрос, сколько мы сможем сэкономить, сколько мы будем экономить и насколько снизится вообще в целом у нас потребление. А это ключевой вопрос как раз таки. Почему? Потому что перед тем, как строить четвертый НПЗ, проектировать его, там вкладывать миллиард долларов и так далее, мы должны понять, а сколько вообще мы реально потребляем. И вот здесь этот вопрос, наверное, не знаю, вопрос на миллион, и он реально вопрос на миллион, да, в министерстве сказали. Миллион тонн дизельного топлива это избыточный спрос из-за наших низких цен, которые возникают вот из-за того, что ее вымывают. Простой вопрос. Если мы поднимем цены до уровня соседей, насколько снизится потребление, а может быть тогда и не четвертый НПЗ не нужен быть, а может быть тогда и атомная станция нам будет вообще в целом не нужна, да. Вот этот вопрос, на который нужно ответить и на который нужно найти ответ до того, как мы, скажем так, столкнемся с вот этим ростом, с этим неизбежным ростом. Ну и на конференции, конечно же, не было сказано, и вопроса даже такого не было, да. Хотя я об этом пишу с весны, говорю о том, что у нас зимой дизельное топливо будет стоить свыше 500 тенге. Возможно, даже выше, потому что, вспомните, прошлый год по зимнему дизельному топливу у нас была цена 330-370 тенге за литр. Почему? Потому что мы зимний дизель не производим в нужных объемах. Это довольно специфичный товар, как и авиатопливо или какие-то такие специфичные товары, да. То есть мы его импортируем из России. Но если сейчас дизельное топливо в России стоит в районе там 410 тенге за литр по текущему курсу, зимнее стоит всегда дороже, плюс еще там по множеству какой-то курс изменится, будет играть. Ну, значит, у нас дизельное топливо зимой будет стоить свыше 500 тенге. Так что 450 – это просто дизельная репетиция. Пока это для иностранных авто, но зимой будет выше 500, спокойно будет выше 500 тенге для всех автовладельцев, автолюбителей. И здесь, я думаю, нужно снова подчеркнуть те слова, которые говорил президент. Правительство должно на себя взять ответственность и объявить, что рост цен – это мировая тенденция. Он неизбежен, этот рост цен, и нужно привыкать к этим ценам. Ну, давайте на чем-то позитивном завершим. Здесь, наверное, можно будет сказать, что еще никогда казахстанцы не гордились тем, что у них казахстанские права, казахстанская машина, когда они будут видеть вот такие цены. Ну, и в порядке предложения, очень, конечно, интересно, как на стеле АЗС будут писать вот эти разные цифры. То есть, если мы будем видеть дизель, который там, не знаю, прыгает, да, то есть, там, сначала 450, а потом 230, я думаю, это психологически очень будет отрезляюще действовать и заставит нас задуматься о том, что мы в целом-то при хороших ценах на топливо живем. Ну, напомню, это программа «Байдядинов нефть». Увидимся через неделю на «Атомикен бизнес». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова